Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала! Совершенно случайно, ну у меня-то дома множество всякого рода памятных вещей, которые остались от программы Малахов Плюс. И вот совершенно случайно вынурнула вот эта вот брошюрка. Первый канал представляет советы программы Малахов Плюс. Ожирение не приговор, долой лишний вес, едим и не полним. В выпуск 5 написано слово на букву Х. Но я сейчас, так как я постигаю тайну слова, я назвал так. В выпуск номер 5 стройнеют все. Первый канал представляет серия Советы программы Малахов Плюс. Вот как раз с Леночкой Рокловой. Рецепты молодости, красоты, формулы здоровья, секреты долголетия. Ну что, после программы, которая завершилась в 2010 году, завершилась так, что я был поставлен перед выбором, либо я рекламирую таблетки процедуры клиники, либо же я придерживаюсь того направления, которым я придерживаюсь до сих пор. И как вы видите, вот поэтому пришлось уйти. Итак, выпуск 5 стройнеют все. По вашим многочисленным просьбам мы публикуем советы гостей, зрителей и ведущих программы Первого канала Малахов Плюс. То есть сделаем небольшую серию с дополнениями меня, находящимися на 70-м году жизни, чтобы я тут внес. Странеют все. Ожирение не приговор. Смотрите тут как раз. Итак, ну начнем. Ожирение не приговор. Самые тучные люди живут в океане, на Уру, в Микронезе и на островах Кука. Более 90% жителей этих государств страдают от избыточного веса и ожирения. США занимают 9-е место в списке толстых стран. Россия примерно в середине перечня на 92-м месте и 194-х. Более нас Великобритания 28-го места, Германия 43-е место. Самые толстые жители Европы греки. Однако, не знал. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, Всемирная Организация Здравоохранения, очень-очень, знаете, настороженно относитесь к этой организации, потому что она оказалась вроде как всемирной, но со своими корыстными интересами, чтобы вы понимали. Общее число людей с избыточным весом достигает сейчас 1,6 миллиарда. А по прогнозам специалистов, ближайшие действия эта цифра может увеличиться почти вдвое. Ну что увеличиться вдвое? Мы мыши и не запихиваем им в рот, и не закрываем рот. Это уже сам человек должен регулировать потребление пищи. Ожирение называют болезнью века. Малоподвижный образ жизни, изменение структуры питания, уменьшение физических нагрузок – все это приводит к увеличению веса. Естественно. А избыточная масса тела, как утверждают врачи, а что утверждают врачи? Врачи. Они сами полные, всякие врачи есть, оказывают существенное влияние на продолжительность жизни человека. Как правило, ожирение становится причиной плохой работы печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, сбоев в сосудистых и эндокринных системах. Ну, в первую очередь, я бы назвал большой нагрузкой на пищеварительный тракт, на желудок, кишечник и на толстый кишечник, на урановыделение, потому что надо все это выводить. Чтобы избежать проблем со здоровьем, необходимо держать свой вес в норме, держать вес в норме. Его взяли и держим. Чтобы держать свой вес в норме, в первую очередь, надо к этому созреть, обладать культурой потребления пищи, культурой самоконтроля. Вот тогда будет толк. Итак, советы гостей. Полтора килограмма яблок и голливудский салат. Это Эдита Пьеха сейчас будет советовать нам. Народная артистка Эдита Пьеха, кажется, не меняется с годами. Она молода страна, подтянута как и 10 и 20 лет назад. В этом году исполнился полвека с того момента, как Пьеха впервые вышла на сцену. До нее, 50-летнего рубежа творческой деятельности, удалось достичь только Клавдии Шульженко. Однако в жизни Эдиты Станиславовны было несколько моментов, когда она не могла контролировать свой вес. В 18 лет я приехала учиться в Советский Союз. И после военной Франции, после голодной Польши, я увидела изобилие, которое мне было неведомо. Сгущенное молоко, шоколад, печенье, торты. За 2 месяца я потолстела на 15 кило. То есть, когда человек недоедал, и у него очень хорошая, знаете, на минимум пищи, очень хорошее усвоение всех питательных веществ, потому что организму надо выживать. И как только он попадает в изобилие, естественно, он быстро набирает вес. Это просто-напросто такая защитная реакция. Когда приехала к маме, она спросила, откуда там в России берут таких поросят. Но лишние килограммы не были для меня проблемой. Мой организм все переборол, наелся, и я очень быстро вернулась к норме. Да, вот так вот и происходит. Но это происходит тогда, когда человек действительно питался скудно, но не было возможности. Поэтому такое происходит. А как только он набрался всего, все это возвращается к норме. Мой вес долгое время составлял 63-65 кг. Ну, вообще-то большая женщина, большая, крупная. Потом 68-70. Это уже, ух! Если, правда, человек большой, женщина большая, и она пропорциональная, ну, все это как-то нормально ложится. Жир распределяется. И я бы даже не сказал жир, а, знаете, просто со временем человек матереет. Он становится больше. Это естественно. Поэтому не надо думать, что ожирение или еще что-то. Просто человек заматерил. Потом 68-70, больше никогда не было. За исключением еще одного случая, я его считаю испытание, посланное мне Богом. Моя собака махнула головой, и я получила сильнейший удар по ноге. А у всех женщин в моем возрасте. Нехватка кальция в организме. Но нехватка кальция в организме, из-за того, что ведется такое питание, несколько несоответствующее действительным потребностям организма, поэтому и нехватка кальция. Слишком много сладостей, слишком много продуктов, рафинированных, которые не несут в организм микроэлементов. Я вам советую, чтобы вот этого не было, раза два в недельку съедать по 50-100 граммов творожка. И будет все отлично. Потом выяснилось, что от моей коленки ничего не осталось. После 5-часовой операции я была приговорена к 2-м годам неподвижности. И все заново. И у меня есть лозунг. И снова все сначала. Сейчас я возвращаюсь к себе самой. Я всегда могла увидеть себя со стороны. Это очень хорошее качество. Это не просто хорошее качество, а это говорит о контроле. Вы контролируете себя. Такое впечатление, как бы вы находитесь рядом с самим собой. И контролируете. Контролируете речь, контролируете фигуру, контролируете поведение. Это очень хорошее качество. Говорящее о хорошем самоконтроле. И так. Я всегда могла увидеть себя со стороны. После концерта мне дарили фотографии. Я смотрел и думал. Нет, это не годится. Животик торчит. Значит, надо каждое утро заниматься. Ножки поднимать. Прекрасно человек контролирует себя и следит за тем, чтобы вовремя сделать соответствующие коррекции, которые приведут к нормализации. Как вида фигуры, так и здоровья. Молодец, молодец. Значит, надо каждое утро заниматься. Ножки поднимать. Каждый из нас скульптор своего тела. Прекрасно. Да. Просто некоторые мерятся с тем, что имеют. А другие действительно работают над собой. Мы можем себя лечить. Избавиться от того, что нам не нравится. Прекрасные слова. Прекрасные. У меня нет особой диеты или системы питания. Просто я чувствую, что если съел какую-то котлету, мне плохо. Это также говорит о высокой степени самоконтроля. Человек, да, съел котлету две, почувствовал плохо. Значит, он остановился на одной котлете. Либо вообще, если он съел котлету, чувствует себя плохо, он уже от этой пищи в следующий раз отказывается. Я предпочитаю мясо, приготовленное на пару, котлетки, куриный филет. А жирного, жареного моя печень не хочет. То есть, человек столкнулся с тем, что если он съест жареное и жирное, то процесс пищеварения затягивается. Человек чувствует тяжесть в животе. И в несколько раз в сочетании вот этих, как бы сказать, факторов образует условный рефлекс. И человек перестает потреблять то, что приносит ему вред. Молодец! Я слушаю свой организм, анализирую свои ощущения. Великолепно! Если случается обильное застолье, потом я устраиваю раздружочный день. Ну, правильно, так и надо. Так и надо! То бишь, только яблоки полтора килограмма, воды два-три литра, куфы или чай без сахара. Сахар это вообще враг, я его не люблю. Ну, искусственный сахар, ну как искусственный сахар, все-таки его нельзя сказать, что это там враг. Но тем не менее, сахар можно великолепно заменить натуральными сухофруктами и получать такие же прекрасные ощущения. И плюс все полезные свойства мягкой клетчатки, которая содержится в засушенных этих сухофруктах. Бывает, что понервничаю, я начинаю есть тортики, но после этого целый день грызу яблоки и тортика, как не бывало. Ну, здесь вот, если вы нервничаете, если вы так срываетесь на еду, здесь важно понимать, что не столько надо себя наказывать, сколько больше контролировать. И, причем, не просто контролировать, а относиться к той ситуации, которая вводит вас из, будем говорить, из своей тарелки. То есть, почему она вас вывела? Вот когда одно дело вы концентрируете свое внимание, почему там вы, ну, в смысле, съели и чувствуете плохо, уже не едите. А тут вы концентрируете свое внимание на ситуации, чтобы вас ничего не вывело из эмоционального равновесия. Вот это уже высшая, так сказать, математика здорового образа жизни, когда вы контролируете все вокруг и не раздражаетесь по пустякам. И потом не срываетесь на еду, а потом не наказываете себя голодными днями или там кефиром. Запомнили? Однажды в одной польской книжке я вычитал рецепт голливудского салата. Можно начинать с него каждое утро. За партию с вечера 3-4 столовые ложки геркулеса. С утра потрите одно яблоко, порежьте 5-6 штук сухофруктов, курага, чернослив, добавьте немного изюма, грецких орехов и одну ложку меда. Все хорошо перемешать, в этом салате достаточно количество витаминов, минеральных веществ и калорий, чтобы до обеда можно было нормально работать. Я бы в этот салат, знаете, чтобы вместо меда, я бы туда добавил 50 граммов кислого молока. Просто кваши. Можете попробовать. Однажды на гастролях ко мне подошла очень полная женщина, моя ровесница. Ее муж грозился с ней развестись. Я подарила ей свой плакат, фотографию, полный рост. Написала доброе пожелание, она пообещала повесить его на кухне. Вот, вот люди на кухне, да? И сказала, все, кончаю жрать. Ну ладно, какие-то примеры, конечно, должны быть у человека перед глазами. И это как-то мотивирует. Человек такая машина, которому рецен. Надо быть всегда немного голодной, чтобы чего-то не хватало. Быть легкой, быть стройной. Вот именно, немножечко голодной, это как раз прекрасный совет, который говорит о том, что ту пищу, которую вы съели, вы ее переварили, вы ее усвоили. И организм чувством голода говорит, что я еще немножечко нуждаюсь. То есть у вас все усвоилось. А когда вы кушаете, будучи, вот кушать особо не хочется. Ну, вы видите, вроде все едят, и вы начинаете есть. И что тут получается? У вас потихонечку не просто ухудшается пищеварение, а как бы сказать, от того, что вам не хочется накапливаться разного рода шлаки, ну, пищевые те же вещества, которые переварились, должны вывестись. Вот, они не успевают полноценно выводиться. И у вас потихоньку нарастает в организме шлаковая нагрузка, которая держит воду, и вы поправляетесь. Вот еще в чем интересный феномен. Что человек, который питается без аппетита, не чувствуя там голод перед этим, у него возрастает масса тела за счет того, что из организма не успевают выводиться продукты распада тех же питательных веществ. И это приводит к тому, что они начинают разбавляться путем того, что частично откладываются в жировую ткань, чтобы не мешаться. Организм накапливает жирок, накапливает воду, для того, чтобы все это разбавить и нормально существовать. Запомните это. Значит, можно купить себе платье в магазине, оно будет как раз. Не нужно шить на заказ, все подойдет. Я должна выйти на сцену, чтобы все сказали, ах, она все такая же. Дальше мы продолжим эту книжечку изучать с вами, с моими комментариями. Пишите свои отзывы, как вам такой формат передачи. Я знаю, что когда это была передача Молохов Плюс, именно передачи по сбросу и нормализации веса были наиболее популярными. Все хотели постройнеть и быть здоровыми, красивыми. Что вы думаете на эту тему? Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.